Сэмсон, я же забыла самое главное, что я делаю на премьеру. Сэмсон, послушай меня, это же так важно. Я уже, знаешь, придумала платье со стразами в пол. Подожди, подожди, подожди. Губы такие вот большие сделают, чтобы накрашивать. И при чем сколько такую большую сделают? Сэмсон, послушай меня. Уже начало, уже начало, Самсон. Сердце мое бьется, ладошки потеют. В общем, я ужасно нервничаю. Почему? Потому что сегодня пресс-показ долгожданного киноальмонаха Егора Кончаловского и Алексея Голубева «Сердце мое Астана». Вопрос, почему я так нервничаю, вы узнаете позже. Сейчас, пожалуйста, в зал. В этом городе не хватает человеческих легенд. И мы попытались, я не знаю, насколько это получилось, мы попытались начать создавать легенды этого города. Эта картина сделана молодыми, замечательными людьми. Девушка здесь одна. Найти ее мне нужно. Очень. Как зовут? Где живет? Где живет, не знаю. А зовут ее Оружен. Какая история вам больше всего понравилась? Какая история вам понравилась больше всего? А вам, Андрею, какая новелла больше всего понравилась? Я считаю, наша короткометражка Сергея Дебежева «Сердце» была самой крутой. Самой. И не важно, что ни один режиссер ее не отметил. И я все равно болею за нее. Тоже сказать, тебя ты мне очень нравишься, я же не скрываю этого. Я первый раз в жизни посмотрела картину с моим участием на большом экране. Можно сказать, одна из моих первых работ. Мне очень понравилось три истории. Первая – это «Часы», потому что там очень ярко показаны братские отношения, вот эта разлука на жизнь. Мне, поскольку у меня два брата, мне такое даже страшно представить. И вот я увидел это, что называется, такие истории есть. И мне стало очень страшно, мне стало очень непосредственно. Я понял, насколько сильно и как сильно я люблю своих братьев. И такой разлоки я бы, например, не пережил. Вторая новелла – это «Сюрприз» Эли Гильдман, потому что она очень отличается от других новелл тем, что она такая позитивная, комедийная, даже где-то больше. И актеры играют совершенно по-другому. Но финал трогает до глубины души, потому что рождение ребенка – это всегда чудо. Я сам, как отец двоих детей, знаю, что это такое. И я испытал вот сейчас тот самый катарсис на этой новелле, что вот как будто у меня только что родился сын. Ну и Нердин или Нардис? Наргиз. Наргиз. Последняя просьба. Вы можете показать мне какой-нибудь фокус с «Монеткой»? Нет? Я делаю фокус. Я делаю фокус с «Монеткой». Можно с «Монеткой». Монеткой. Да. Монеткой здесь. Вот. Вот. Во-вторых. Пусть у вас с «Монеткой» стеклячили. Как вы думаете, режиссерам удалось передать дух нового города? Да, конечно, удалось. Там очень много было красивых планов. Ребята, идите сюда. Красивые лица. Архат, скажите, пожалуйста, когда вы уже будете снимать кино? Скоро уже. Да? Да. Меня позовете? Обязательно. Все. Мы это записали. Самую красивую звезду нашего кинематографа я позову обязательно на главную роль. Примеры будут в двух городах сразу, да? На 6 и 7 Астана и Алматы. Я хочу сказать одну вещь. В чем прелесть, я люблю это слово, прелесть, в чем такого проекта, в том, что 10 историй. Понимаете, когда ты собираешь один фильм, один большой фильм. Он человеку или нравится, или не нравится. Точно. Когда у тебя 10 историй, то он, вот этот мне нравится, и этот мне нравится, а вот этот нравится. А вот эти обиды мне нравятся, а вот этот нравится. И поэтому мне кажется, что все-таки, тем не менее, будет высший шанс, что каждый зритель найдет для себя какую-нибудь историю, которая нравится. Настолько сильные были чувства, что девушка готова была покинуть родину. За мной такого не было. Есть подобная ситуация вы чувствуете? Смогли бы? Думаю, что там. Ради любимого, конечно. И так далее. Поэтому режиссеры были в очень тяжелых условиях. Первый прилетел Рустеан, он снимал, буквально в затылок дышала ему я, я прилетела в аэропорт, он еще снимает, я уже дышу, и говорит, так, а группа была одна. То есть это один оператор, один звукорежиссер, один художник, один кремер. И они нас лучше совстречали, режиссера, постоянно, господи, что приперся уже, да? Если бы мы захотели и попытались добиться съемок президента Назарбаева, то очень вполне вероятно, с его графиком и прочими вещами, то мы бы еще до сих пор там заканчивали это кино. Нет, дело не в этом, а дело в том, что это реальная история, это реальная девочка, она действительно была, эта девочка. И то, что образ президента присутствует в этом фильме, это документальный кадр с реальной, насколько я помню, инаугурационной речью. Если Астана это сердце, то что Алматы может представлять? Какой хитрый вопрос. Ну это мой алмаматор, и это нельзя подразделять или называть там сердцем. Сердце, сердце мое, это просто название, как бы проект, это сердце страны, да, грубо говоря, это сейчас, это такое тоже, мне кажется, образное больше название. Амата, это вот колыбель, да, колыбель. Егор сказал печень. Печень? Да. Ага. Печень моя. Печень моя. Знаете, что, это совершенно неописуемое ощущение видеть себя впервые на большом киноэкране. Это ты не можешь дышать и не можешь моргать, ты не можешь закрыть глаза, потому что ты боишься опустить какие-то детали. И ты вот такой вот скованный весь комок нервов смотришь на себя, и это ужасно. Никому не пожелаю этого. А в целом фильм мне очень понравился, я вам советую сходить на него уже с 7 марта. Все, я вам все сказала. Субтитры сделал DimaTorzok